Всем привет! Сегодня у нас обзор прибора Lounge X431 Pro версия 2020. На данный момент данная версия самая последняя из линейки Lounge. Рассмотрим пример его работы на автомобиле Skoda Fabia 2019 года выпуска. Итак, для начала мы уже подключили свисток в разъем диагностической колодки. Сделали мы это через удлинитель. Удлинитель нам удобно при помощи него подключать. Во-вторых, прибор сложнее забыть в автомобиле. Теперь давайте пройдемся по меню. Кстати, да, еще про планшет. Смотрите, планшет у нас в противоударном корпусе. Здесь сверху есть краски разъем под свисток. Удобно хранить. Разъем для зарядки. Кнопка включения. Теперь пройдем по пунктам меню прибора. Значит, первое это у нас интеллектуальная диагностика. Данная диагностика нам позволяет выполнить автоматический опрос всех систем автомобиля, прочитать ошибки, увидеть информацию различную и так далее. Локальная диагностика позволяет выбрать определенную машину, определенный блок и посмотреть опять же различные информации по блокам, прочитать ошибки. Далее есть история диагностики, обновление программного обеспечения, где у нас находятся марки автомобилей. Сейчас у нас сеть недоступна, поэтому мы не можем посмотреть. Здесь содержатся все марки. Мы их скачиваем по мере необходимости и работаем с ними. Также скачиваем здесь обновление. Кнопка сброс. Здесь у нас различные сервисные функции, такие как разведение колодок, сброс сервисного интервала масла, датчики ТПМС, сброс батареи и другое. А есть также возможность дистанционной диагностики. Это функция, которая позволяет мастеру подключиться удаленно к данному прибору. То есть вы, например, сидите в машине с прибором, там читаете ошибки, надо сделать кодирование, а как сделать, не знаете. Звоните мастеру, говорите, подключаетесь. Он подключается и при помощи данного прибора делает удаленную диагностику. Прямо посредством сети интерната. Далее есть обратная связь, помощь, различные там вспомогательные материалы, покрытие по маркам автомобиля, который поддерживает прибор. User info, информация об аккаунте, функция гола и также инструкция по применению на английском языке и часто задаваемые вопросы. Теперь перейдем непосредственно к диагностике. Первым делом включаем зажигание. Зажигание у нас уже включено. Локальная диагностика. Выбираем марку автомобиля. У нас сразу появляется версия программного обеспечения. Самая актуальная на данный момент кнопка подтверждения. Свисток издал звук. И мы заходим в автомобиль. Здесь у нас есть несколько вариантов тестирования. Это быстрое тестирование, сканирование системы. То есть видим, чем оборудован автомобиль. Можем выбрать определенный блок, сделать какие-то функции по нему. Ну давайте начнем, наверное, с быстрого тестирования. Пошел тест. Блоков у автомобиля в данном не так много, поэтому у нас сканирование системы будет очень быстрая. Вот мы сразу видим, красным у нас подсвечиваются коды неисправностей. Так, дождемся окончания диагностики. Так, все очень быстро. И вот сверху у нас появляются ошибки, которые у нас на данный момент у автомобиля. Первая электроника двигателя. Вот сразу видим ошибка. Цилиндр 1. Обнаружены пропуски воспламенения. Вход. И, соответственно, здесь также мы видим информацию о блоке данного управления. Нажимаем ОК. И также можем здесь посмотреть различную информацию. И сделать адаптацию, кодирование, тестирование привода. Но мы, она сейчас интересует именно коды неисправности. Заходим в чтение. Вот у нас та же ошибка. Соответственно, если у вас есть, ну, подключен, точнее, интернет, Wi-Fi, у нас, к сожалению, не подключен, то можно нажать кнопку помощи, либо поиск по сайту, и у вас выставится более подробная информация о данной ошибке и о мере ее устранения. Так, вернемся назад. Также еще вышло две ошибки. Это электроника отопителя климатической установки. Здесь я даже знаю, в чем дело. У нас просто отсутствует датчик, либо он неисправен, который по климату, и из-за этого еще высвечивается ошибка по комбинации приборов. Соответственно, в принципе, не критично. Конечно, надо исправить ошибку по электронике двигателя. Выходим. Далее, есть у нас та же сканированная система. Переходим. И здесь у нас сканер покажет, чем, так сказать, оборудованный автомобиль. То есть, ну, информация по блокам управления. Вся информация по блокам. И также, видите, то есть, можно сделать адаптации, кодирование, стоп-кадры и многое другое. Так, какие функции еще есть? Выбор системы. Соответственно, здесь мы выбираем конкретную систему. Если она есть у нас в автомобиле. И опять же, делаем различные манипуляции. Спецфункция. Так, стоп. Да, спецфункция. Здесь мы можем включать-выключать различные фишки нашего автомобиля. То есть, например, регулировка фар. Есть там режим транспорта, сброс подушек, адаптация датчика угла поворота рулевого колеса. То есть, прям супер. Управляемые функции. То есть, здесь нам сначала нужно будет сделать идентификацию автомобиля. И нажать кнопку старт. Но мы пока этого делать не будем. Как-нибудь в следующем видео. Также есть различные онлайн-функции. Тоже они нам, к сожалению, будут недоступны. Потому что сети нет. И еще есть процессы сидения. То есть, различная информация. Так, при выходе из диагностики у нас ждет такой звук. Не очень приятный. Но зато он позволяет, опять же, не забыть свисток автомобиля. Потому что если свисток уедет, будет очень печально. Так что есть такие вот меры предосторожности. Что ж, на этом, пожалуй, все. Я надеюсь, что данное видео вам понравилось, было полезно. Если у вас возникнут вопросы, как обычно, пишите их в комментариях. Постараемся вам ответить оперативно. Также ставьте лайки. Не забывайте подписываться на наш канал. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч.